По Иванову прокатилась беспрецедентная по своему масштабу волна телефонного терроризма. С самого утра в учебные учреждения начали поступать звонки о заложенных взрывных устройствах. Одной из первых эвакуировали школу номер 56. К моменту приезда нашей съемочной группы здание оцепили силовики. Рядом карета реанимации. Здравствуйте. Здравствуйте. Туда нельзя идти? Туда нельзя. На первом этаже. Нет, пока нельзя вечером. А во сколько вечером можно? Да, попозже. После обеда. После обеда, да? А то ребенок переживает телефон. Не волнуйтесь, там все под охраной. Да, у меня у нас на первом этаже где-то там. Все под охраной находится. Примерно в это же время, около 11 утра, начали экстренно эвакуировать лицеи номер 21 и 33, а также 32 и 30 гимназию. В полудню стало ясно, что в Иванове приостановлен учебный процесс во всех школах. У нас после второго урока на перемене прозвучала тревога. Все побежали в раздевалку, выбежали. Мы стояли с учителями, нас собрали по всяким кучкам. Стояли за забором, нам говорили, мы услышали вот с Темой то, что загорелось в 29 кабинете батарея обогревательная. И нам сказали то, что там бомба заложена. Мы потом, когда я посмотрел в сторону, мы увидели, как ехала полиция, потом газовая служба приехала. Потом мы увидели, как скорая приехала, и там пожарная приехала с той стороны, когда мы уже уходили домой. В распоряжении нашей редакции оказалась копия электронного письма, которое якобы было разослано во все школы. В тексте автор предупреждает о заложенной бомбе и призывает правоохранительные службы обыскать здание. Впрочем, подлинность документа, который растиражировали в интернете, вызывает большие сомнения. Случилось это после второго урока. Сами мы не знаем, что произошло. Но говорят, сегодня во многих школах такое случилось. Скорее всего, бомба в школе. Уже днем стало ясно, что ситуация приобрела невиданный размах. Эвакуировали не только школы, но и некоторые детские сады. В числе учреждений, которые по неподтвержденной информации пострадали от рук телефонных террористов, областная больница, а также ряд административных зданий. 30 января текущего года поступила информация о якобы имеющихся угрозах безопасности, в частности, на центральном рынке Иваново, в ряде учебных и лечебных заведений областного центра. Указа информации силами полиции и других правоохранительных органов управления федеральной безопасности, Росгвардии, МЧС проверено и подтверждения не нашла. Череда событий вызвала шквал обсуждений в интернете и на улицах. Одни уверены, что это дело рук украинских хатеров. Другие полагают, что к дестабилизации обстановки причастны реальные террористы. Третьи и вовсе считают, что это учения, а сообщения о бомбах поступают от силовиков. Волна звонков с угрозами началась еще в начале недели на востоке России. Теперь добралась и до центральной части. К слову, чуть больше года назад Госдума ужесточила ответственность за телефонный терроризм. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.